Чистый постмодернизм. Написали мои родители по моей просьбе, они нас как-то игнорят. Матрешка датской компании BoConcept. Тут два варианта, либо они нас не любят, либо они просто ленивые. А что это за дядя? Если говорить про татарские названия, у меня была такая всегда идея, что я хочу культуру, в которой я рос. Волжская, вот эта татарская история. Папа у меня татарин, и там с той стороны одни татары. Мне хотелось это каким-то образом транслировать, поскольку я всегда думал о том, что меня не устраивает только, условно говоря, продажи в Казани, Татарстане и даже в России. Я всегда думал про то, что мы будем мировой компанией, выйдем на экспорт и будем продаваться по всему миру. Как бы я хотел через название, через предметы, знакомить людей с небольшой частью языка и культуры. Вот это такая штука, вот, ну тоже трансформер, то есть вы можете сделать из него два подсвечника, вот видите. Можете вот так, там не знаю, можете по-всякому. Можно вот так вот сделать, можно отдельно поставить. Как он называется? Опять какое-то смешное название. Он называется «Привет, Инга». Предметы для коллекции уже, которые вот в серию хотел прийти, стал придумывать где-то в 2015 году. Вот. Первый, как бы, предмет, стеллаж был, который я придумал. Да. Вот. Потом вот это вот Вера Павловна была. Был комод, который я назвал «Бурган», потому что у меня есть друг, которому я делал квартиру в тот момент оформлял. И его зовут «Бурган». И как бы я придумал комод и решил, что я ему туда этот комод поставлю. Вот. Назвал «Бурган». Это за интерьер, вот за интерьер, за объект. Да. Там у нас даже наклейка есть синяя на двери. Вот. А Day Design Award, да. Мы получили за вот этот кафе в прошлом году. Первый дом мы хотели построить, ну, в смысле, мы его начали строить для того, чтобы понять вообще эту историю с девелопментом, с строительством, с тем, чтобы сделать полностью дом, сделать интерьер, комплитовать его мебелью. То есть, как бы, сделать полный готовый продукт. Потому что я считал, что стратегически это очень важная история, когда ты делаешь полностью всё. Вот. Я хотел, как бы, ну, я считал, что максимально раскрыть, ну, там, потенциал наших предметов мы могли бы, вот, как бы, дополнив эту историю архитектурой, да. И вот мы стали строить дом, чтобы потом его продать. Это просто фрагмент, просто фрагмент, как бы, показать, как выглядит фрагмент гостиной с мебелью, с нашей. Это наше кресло, которое называется Булай. Булай. Я считаю, что Казань – это такой город, ну, город фейк, да. Почему? Потому что мы, многие вещи мы просто утратили. Ну, то есть, мы утратили вот большую, значительную часть. Мы там ее просто уничтожили, значительную часть архитектурного, исторического наследия города, центральной части, вот. А то, что построили новое, оно не представляет абсолютно никакой ценности с точки зрения культуры, архитектуры, эстетики, ну, абсолютно никакой. Ну, может быть, есть какие-то небольшие участки, да, там, но в целом. Вот. И вот это вот, как бы, отношение, оно, оно, мне кажется, квинтэссенция всего этого. Ну, как бы, скажем, символ всего этого, вот того, что произошло в какое-то время, да, там, в 2000-е, скажем. Это миллениум – мост, который, как бы, делает вид, что он подвесной, хотя, на самом деле, он просто стоит на столбах, на опорах. То есть, вот, как бы, в Казани очень часто происходит так, что что-то или кто-то хочет чем-то казаться, да, как бы, чем он не является, на самом деле. Вот. И это вот такое, вот, какое-то, вот, стремление, как бы, к фейфу. То есть, мы, как бы, вроде бы, хотим сделать круто, вроде бы, хотим сделать очень, там, стильно, мощно, не знаю, современно, технологично, а частенько получается такой, вот, как бы, псевдо. Матрешка датской компании Bo Concept. Они мне ее подарили просто за то, что я хороший дизайнер, ну, по их мнению. У нас здесь есть какая-то группа фолловеров, ну, последователей, не знаю, фанатов, вот, которые нас любят, которые приходят к нам в кафе, которые слушают мои лекции, там, на нас подписаны и так далее. Ну, в целом, дизайнеры казанские, в отличие, например, от дизайнеров Москвы, Самары, Уфы, Иркутска, Кирова, они нас как-то игнорят. Мы хотели вообще, чтобы сюда дизайнеры приходили, там, брали книги, читали, смотрели. Вот, мы, как бы, общались, они бы покупали бы мебель или, там, что-то мы, не знаю, там, совместно бы какие-то коллаборации делали и читали бы лекции. Такая была идея изначально. Но тут два варианта, либо они нас не любят, либо они просто ленивые. Это вот нарисован подсвечник, про который вы говорили, который называется ЦАПА. Вот. Ой. Вот они сюда складываются. Создать что-то наподобие Баухауса в Казани, я думаю, просто нереально, потому что, ну, это было бы очень здорово. Ну вот. Но это очень трудно и, мне кажется, у нас нет просто людей. Это даже не специалисты. Специалисты у нас, в принципе-то, есть. У нас нет людей, которые могли бы вот это все вывести, понимаете? Ну вот, как бы вытащить. То есть, вот это вот все создать и продвигать. Вот. Наверное, в первую очередь. Во вторую очередь, я думаю, что в этом, как минимум, должно быть заинтересовано государство. Без государственной помощи вряд ли получится это сделать. Хотя, почему нет, думаю, что это все, ну, не получится так, как Баухаус. В первую очередь, нужна все-таки творческая свобода. Вот. А у нас, когда появляется государство, особенно в Татарстане, появляются задачи на государственном уровне, в том числе, там, архитектурные, дизайнерские, еще какие-то, которые нужно срочно решать, вопреки, там, не знаю, каким-то другим вещам, да. Я, там, в музее ДПИ. Вот. И с директором Московского музея дизайна есть такая Саша Санникова. Ну вот, мы с ней познакомились, и я говорю, помогите нам создать, и создать экспозицию классную, начиная с Советского Союза, начиная с СССР, с раннего, потому что там есть очень классные экспонаты. Ну, это понятно, что многое это будет реплики, и реплики, на самом деле, это реплики. А то, что сейчас репликами называются, в основном, это подделки. Вот, как бы, это очень важно. Это написали мои родители по моей просьбе. Вот. Ну, и это, собственно, на самом деле, наверное, наша совместная на троих рефлексия по Казани. Такой зимний пейзаж, там, с какой-то будкой. Тут очень много, на самом деле, деталей. Это можно бесконечно рассматривать. Кошка, снег там роняет, не знаю, птички. Вот. И даже вот здесь есть вороны и самовар. А я не знаю, почему самовар, кстати, надо спросить у них. Вот.